Ну как вам кажется, все-таки, кто более всего был заинтересован в смерти этого так называемого военкора? Знаете, может быть и все были заинтересованы в смерти, потому что здесь понятные к нему отношения в Украине, понятные к нему отношения среди либеральной общественности и так далее. Но я думаю, что все-таки здесь самая правдоподобная версия, которая мне кажется правдоподобной, это то, что его устранили свои, причем устранили не по каким-то даже политическим мотивам, а, как правило, такие люди с криминальным прошлым всегда чего-то не поделили. Не поделили деньги, не поделили бюджеты, кто-то кого-то кинул, кто-то кого-то обманул. А в этих условиях, когда ты можешь свалить вину на одни спецслужбы, на другие спецслужбы, то устранение оппонента, тем более на которого к Кремлю, по большому счету, по барабану, потому что все-таки все эти блогеры, ура, патриотические, они не являются частью системы, они просто обслуживающие персонал. Поэтому я думаю, что, скорее всего, то ли он кого-то кинул, то ли, может быть, с Пригожием что-то не поделил, а, может быть, еще с кем-то что-то не поделил. Ну, а когда произошло убийство, там уже пропагандисты решили сделать с него сакральную жертву, обставлять таким образом, что здесь, значит, украинские спецслужбы вместе с либералами, Навального приплели еще и так далее. Очень-очень удобно, да, лепить из этого человека сакральную жертву, чтобы объяснять гражданам России, зачем Путин ведет войну, потому что до сих пор многим непонятно. Дмитрий, как вы считаете, это первый случай, когда подрывают пропагандистов, или это только начало, будут еще такие смерти? Как вы думаете? Ну, здесь, конечно, тяжело давать прогнозы, но что-то мне подсказывает, что все самое плохое еще для России точно впереди. Я не помню, кто это сказал, что когда война закончится, все самое худшее для Украины будет позади, а вот для России впереди. Очевидно, что Кремль будет заинтересован в устранении, по крайней мере, лидеров вот этого ура-патриотического лагеря. Почему? Потому что в основном это фанатики, да, и работают они вот на эту маргинальную нишу, которая сегодня кажется таким мейнстримом государственным. Но это люди, которые уже критикуют Путина. Я имею в виду, люди, может быть, не лидеры, хотя некоторые лидеры тоже такие, как там Стрелков Гиркин, потому что они видят коррупцию, они видят отсутствие организации, они видят, что никакой второй армии мира нет. Понятно, что все украли, все пропили, все и так далее. Поэтому критика достается уже Путину. А с фанатиками ничего невозможно сделать, да, поэтому Кремль в какой-то момент будет заинтересован в серьезной чистке на этом лагере. Но это все будет только усиливать вот тот запущенный уже маховик репрессий в Российской Федерации, да. Что мы видим из последних новостей? 25 лет Владимиру Карамурзе. Пискарев этот ненормальный, он обещает сталинские сроки по там безумному количеству статей Уголовного кодекса. Можно говорить, что уже все, сталинские времена вернулись в Россию уже сейчас? Ну, только с поправкой на время. Ну, в принципе, возвращаются, да. То есть, это вот такие новые 30-е или 30-е лайт, ну, потому что тогда все-таки расстреливали, сейчас пока еще смертная казнь, мораторий не отменен на смертную казнь, да, поэтому, да, ну, сталинские сроки возвращаются. 25 лет Карамурзе за правду о войне, за то, что он лоббировал интересы России за рубежом, и благодаря, там, Карамурзе, Немцову в свое время принимались законы, которые запрещали жуликам, бандитам приезжать в Америку, в европейские страны, это вот так, Магницкого и так далее. И ему мстят за все, его дважды травили. Володя был моим помощником, когда я был депутатом, мой близкий товарищ. И он, получается, может получить 25 лет просто за то, что он честный парень. Вот и все. Так что, конечно, все это возвращается, но просто все это бумерангом потом ударит по самой системе. Потому что, когда закончатся оппозиционеры, активисты, ну, придут за своим. И уже обратите внимание на недавнее заявление Дугина, которое уже сказал, что пора нам всем бороться с шестой колонной. Шестая колонна – это олигархи, которые не поддерживают войну, да, которые там либо спрятались, либо где-то активно даже выступают против войны. Это чиновники-либералы, или там либералы-министры, которые, как утверждает Дугин, хоть и отмалчиваются, но все равно они являются сторонниками западных ценностей, западного мира. Так вот, надо с ними уже бороться. Поэтому, как только закончатся, реальные оппозиционеры начнут преследовать системных, потому что с них есть что взять еще, да. Ну, вот обратите внимание, значит, ну, какого-нибудь оппозиционера схватили, что там у него, как правило, маленькая квартира, в основном съемная. А эти жирные коты, их вообще одно удовольствие потрясти, распилить их имущество, их активы, и все списать на борьбу с инакомыслием, потому что у любого бизнесмена, чиновника, можно найти, я не знаю, какую-нибудь социальную сеть, где он либо лайк поставил в свое время какому-нибудь расследованию Навального, либо подписался на какие-нибудь оппозиционные паблики. Так что все впереди будет. И как раз 30-е годы сталинские, когда-то там начинались, ну, может, не сразу начинались, но в 34-м году был съезд победителей, а потом 80% членов президиума репрессировали в 37-м году. Как говорили в Советском Союзе, мало быть не против, нужно быть за, да? Но эти жирные коты, олигархи, их же уже пора трясти? Да, даже лояльность не является гарантией того, что вас не будут трясти. В этом-то и как бы основная фишка массовых репрессий, потому что ты можешь бежать впереди паровоза, но все равно ты в какой-то момент можешь стать жертвой каких-нибудь разборок, интриг, и даже лояльность тебя не спасает от репрессий. Здесь можно говорить о том, что смертная казнь станет еще одним инструментом управления и капиталами, и настроениями. А что еще может случиться после ужесточения такого правила? Какие-то, может быть, нарративы появятся новые? Мы уже слышим за Родину, за Путина. А что дальше? Где это дно, которое еще не пробито, наверное? Ну, я всегда считал, что именно отмена моратория на смертную казнь является этим самым. Ну, или, по крайней мере, переход на какую-то там уже новую реальность. Я думаю, что как только вот они пробьют дно, за этим последует уже какая-нибудь революция, которая будет вызвана, будет происходить на фоне военного поражения, произойдет раскол элит. И элиты сейчас прекрасно понимают, что Путин больше не решала, извините за непарламентское слово, их интересов на Западе. Все. Он преступник, есть решение Гагского трибунала, он больше не въездной в как минимум 123 страны. А российские элиты хотят решать свои вопросы, там, не знаю, какой-нибудь особняк, который под санкциями. Надо же разблокировать? Надо. Или яхта где-то стоит, вот как бы хотелось бы на ней еще покататься. Поэтому российские элиты смотрят на Запад. И они понимают, что Путин больше уже не является гарантом того, что эти отношения восстановятся в будущем. Значит, в 2024 году, когда настанет время выборов, я думаю, что элиты очень сильно задумаются о том, а не поменять ли этого чутного старика на кого-нибудь нормального, адекватного, вменяемого. Ну, понятно, что для этого должен быть еще и должен быть фактор военного поражения. Дмитрий, ну элитам, которые смотрят на Запад, на этот Запад сейчас сложнее попасть. Как вы считаете, вот это решение Мишустина о запрете выезда чиновникам за границу без разрешения, это подстраховка от чего? Ну, они боятся раскола элит, они не хотят, чтобы значительная часть сейчас уехала на Запад, потому что в какой-то момент количество может перейти в качество и вызвать волну. Поэтому, ну это не решение Мишустина, я уверен, я думаю, что это решение силовиков, а просто Мишустина по должности подписал. Но, да, действительно, элитам сложно попасть на Запад или невозможно попасть, но они очень хотят, они очень хотят вернуть себе все. Путин больше не является тем человеком, на кого можно сделать ставку, который бы решил эти вопросы в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok